Итак, дорогие друзья, у нас семинар о любви и отношениях и по вашим вопросам. Мы сейчас по всем пройдемся, те, которые у вас есть. Во-первых, с наступающим Новым Годом, и видите, у нас тоже в студии новогодняя атмосфера. Юра, замечаете плоту моего голоса даже без слуха, без звука. Я продолжаю сейчас, целыми днями занимаюсь этим, работать над вторым изданием «Осознанного пути любви». И когда прорабатываю главу, записываю для этого курса видео-трансляции, видеозаписи. Вот, и давайте сейчас, может быть, мы уделим вашим вопросам какое-то время, и, как я и обещал, можно будет сегодня позвонить в студию, я скажу чуть позже номер телефона, и задать вопрос в прямом эфире. НЕС спрашивает меня «Здравствуйте, как возможно хорошо иметь полное безостаночное ослаждение сексуальностью одного партнера в рамках глубоких долгосрочных отношений, при этом и целый ряд, имея при этом целый ряд других связей?» Дорогие мои, я скажу вам такую штуку, что глубокие долгосрочные партнерские отношения возможны только с одним партнером. Я не знаю, как к тому мусульман в Саудовской Аравии, но у нас в рамках нашего культурного кода, в рамках нашей традиции и в рамках, если хотите моего понимания, что такое мужское и женское, можно иметь глубокие долгосрочные отношения только с одним партнером. Причем, смотрите, углубление отношений начинается только после того, как вы сделали выбор этого партнера, осознанный глубокий выбор одного человека. Ну, если хотите, метафорически скажу так, лучше вам вот копать колодец в одном месте и глубоко, чем пять колодцев одновременно и на всякий случай там покопали, там покопали, там покопали. Пока нет между людьми завета верности, в том числе и в сексуальной сфере. Я прекрасно понимаю, что эта ситуация может штормить. Я прекрасно понимаю, что у каждого из нас есть какие-то собственные страсти, глюки, тараканы, и наше животное хочет чего-то еще. Но на то мы и люди, чтобы управлять собственным животным и взаимодействовать с этим. В нашем курсе, который вот у нас 17 числа начинается, там есть очень важная глава, называется «На сексуальность». Вот пока человек называется «Познай феномен сексуальности», пока человек не знаком с этим феноменом, наша сексуальность крутит нами как хочет, и несмотря на то, что у нас есть и глубокие, и сердечные, и стабильные отношения, иногда она может выкинуть нам очень крутой и мощный джокер. Вот. Сексуальность – это феномен, это часть нашей биологической природы, и мне кажется, те люди, которые идут путем просветления, осознанности, глубокой работы над собой, рано или поздно с этой штукой сталкиваются. И ее нужно познать, ее нужно приручить, так как мы приручаем взятого с улицы котенка или щеночка. Вот. Это животное. Это наша животная природа. Но когда наши животные… Да, и люди в этом смысле подразделяются на людей психического типа и биологического типа. Люди биологического типа называют биологическую страсть к объекту вожделения своего любовью. Люди психического типа научились различать биологическое влечение от любви. Свойство биологического влечения, оно такое недолговечное. Оно на каком-то уровне цепляет нас, оно заводит нас, но и оно же так же легко теряет интерес к объекту страсти. Если же мы умеем использовать нашу биологическую природу, топливо нашей биологической природы для построения глубоких и долгосрочных отношений, но только не срочных, а долгосрочных, то это совсем другая история. И в этом смысле, если бы я индивидуально консультировал человека, я бы к формулировочкам еще поздавал вопрос, но поскольку я не слышу вашей интонации, я в общем ответил вам. И я думаю, что вы люди, возрастающие в осознанном пути любви, в какой-то момент начинаете замечать ловушки и темные, такие какие-то странные места нашей биологической природы, и не позволяете разрушать то, что есть, в угоду тому, что желается и хочется. Сексуальная страсть дается нам как топливо на очень недолгое время, и если мы благодаря этому топливу успеем дойти до глубины партнерских отношений, и здесь произойдет глубокая любовь-забота, то больше ничего не хочется. Если мы рассматриваем природу человеческого в целом, то возможность, которую предоставляет нам наша страсть, наша биологическая природа, мы просто можем ею воспользоваться. Если же нет, если мы не умеем, то тогда наша лошадка может завести нас куда угодно. И об этом я говорю более подробно в главе занятий о сексуальности в нашем курсе «Осознанный как найти партнера для глубоких и долгосрочных отношений». Самый большой сбой здесь дает именно незнание многих людей своей сексуальной природы, не контакт с нею, она как будто сама по себе, а мы сами по себе, и она иногда выдает себя за нас. Вот интеграция этих уровней является основной задачи человека, который стремится к осознанным отношениям любви. Наталья пишет «Добрый вечер, в жизни встретился алкоголизм, запил прекрасный, любимый человек. В следующем году планировали свадьбу, вместе три года, сегодня девятый день в запое. Как ему, чем ему можно помочь? Спасибо». Дорогие мои, смотрите, когда-то был такой этап, когда я у замечательных моих друзей, учителей, протестантов обучался, ведущих христианской школы консультирования, обучался такой замечательной вещи, как курсу христианского консультирования. И я, Нельсон и Юнис, они из Чикаго приезжали к нам, специально обучали нас в Москве, задал вопрос. Скажите, пожалуйста, если один из супругов, партнеров заболевает алкоголизмом, как вы поступаете, как христианские консультанты, они там очень глядут христианские нравственные ценности. И Юнис, такая женщина в летах, у них с Нельсоном очень глубокий, такой продолжительный брак, партнерские отношения, супружеские, они говорят, что так, дорогой, говорит она ему, например, если женщина здорова, а мужчина заболел, ты мой супруг, сейчас ты болен, у меня перед Богом ответственность прежде всего за себя и потом уже за наши отношения, я готова из семейного бюджета оплатить твое полугодовое нахождение в реабилитационном центре. Если ты согласен, мы продолжаем партнерские отношения, но ты находишься и проживаешь там. Если нет, мне придется с тобой расстаться. Поймите, и это очень мудрый ответ на самом деле, потому что если алкоголик не осознает, что он алкоголик, он скажет, ну я немножко там выпиваю, это не считается, он французы каждый день пьют, но мы-то не французы. И по генетике есть народы более южные, более толерантные к употреблению вина. Но поскольку мы живем, если мы люди, живущие в северных широтах, то здесь, конечно, это все совершенно невозможный момент такой. Поэтому здесь у нас, ну просто мы смотрим, человек болен алкоголизмом, и нам нужно здесь самое главное сохранить себя. Женщина, жена не может спасти мужа от алкоголизма, как и муж, жену. Нужна помощь постороннего человека, потому что женщина – часть проблемного пространства, в котором алкоголизм болен. И если алкоголизм, вот три года вы жили вместе, возник, когда вроде бы вы были вместе и было все хорошо, женщине стоит самой разобрать свою ситуацию, сходить к хорошему дяденьке или тетеньке психологу или психологине, и таким образом разобраться с собой, что со мной не так, почему я оказалась в ситуации, что мой любимый человек начал пить. Наверняка мужчина что-то глушит, если это развившийся алкоголизм, что-то глушит в себе. Он не может, никоим образом не может с этим справиться самостоятельно. Вот. Я смотрю другие вопросы сейчас, и давайте мы с вами вот в какую игру поиграем. Вы пишите «Ура, слышно, звук есть, ура, 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 ура». Отлично слышно, пишет Алексей. Ну давайте, я жду ваших вопросов. Мне хотелось бы очень, чтобы вы, чтобы вы... Добрый вечер, вот Юля пишет. Надеюсь на ваше мнение по своему вопросу. Я в том, что я художник, всю жизнь работаю художником, стараюсь принести мир красоту и Бога, как я это чувствую. Как художник, мне очень важна фамилия. Это для меня больше, чем имя. Это фамилия моего деда. Всю жизнь они с бабулей мне очень оберегали, помогали. В двух словах мне писать. Мой молодой человек, который сделал мне предложение, хочет, чтобы я от своей фамилии отказалась. Была только под его. Я предлагаю двойную. Дорогая, как вы договоритесь, но при соединении к фамилии эта женщина признаёт старшинство и главенство своего мужчины. Я сейчас меряю на себя и вот чувствую, что хочется хранить. Возможно, у вас возник творческий псевдоним, когда вы известны под вашей фамилией в творческом мире. Вы хотите двойную фамилию. Это хороший компромиссный вариант. Согласен ли ваш муж? И настолько ли это принципиальный вопрос, или ваш парень, настолько ли это принципиальный вопрос, что если для него принципиален в культуре, женщина принимает фамилию мужа, если для него этот вопрос принципиален, почему бы вам не уступить? Ведь я знаю, что есть люди, которые, когда начинали новый, радикально новый этап в своей жизни, они меняли и имя, и фамилию. Не кроется ли под вашим нежеланием принимать полностью фамилию мужа, вливаться в его жизненную реку, не кроется ли какое-то желание какую-то часть себя всё-таки замуж не выдать? Подумайте. Да, он хочет по-своему, чтобы все картины подписывали его фамилии. Я не хочу, чувствую, что будущее меня ждёт. Понимаете, вот я знаю, в Библии есть разные там выражения, но есть прекрасные. Жена – это слава мужа. Вот как вам такое выражение? Теперь вы прославляете авторитет семьи. В вашей семье есть муж, который занимает своим делом, и в вашей семье есть жена, которая занимается своим делом. Вам так привычно. Вообще я хочу сказать, что когда мы влюбляемся в какого-то человека, мы попадаем в очень непростую ситуацию, при которой, когда мы влюбляемся, у нас очень сильное тяготение и очень сильный страх включается. Почему? Потому что это глобальная переплавка, глобальная трансформация. Что, скажите мне, ещё вы не готовы сдать в пользу этой переплавки? Фамилия? Вы не готовы отдать свою фамилию в пользу глобальной переплавки? Ну, слушайте, родненькая, а вот представьте себе, что от этого на кону стоит жизнь, ваша супружеская жизнь. Вот взвесьте с этим человеком на одной руке и на другой. На это его принципиальное требование, на это ваше представление о себе прошлое. Прошлое должно уйти. Когда вы выходите замуж, вы уже перестаёте принадлежать к своему роду, к своей бабушке, дедушке, маме и папе, но принадлежите своему мужу. Вы уже не их дочь, в сути, но его жена. Готовы ли вы оставить дом отца и мамы и прилепиться к своему мужу? Подумайте над этим. Я считаю, что вы сейчас, ну, как бы, в очень такой интересной и пикантной ситуации. Следующий момент. А скажите, как жить, если неосознанный был выбор? Мужчина неплохой, но не мой. Первое. Понять, по каким критериям он не ваш. Запишите себе. Если бы это была личная консультация, я вас бы прямо спросил. По каким критериям этот мужчина не ваш? Второе. Согласен ли он с вами быть такой, какая вы есть? И третье. Если прямо на входе, ну, совсем не резонанс, честно скажите ему, как быть. Вы скажите, я, как сказать, я не могу быть, ну, я честно чувствую, ты не мой мужчина. Может быть, с этой честности, а честность это очень мощное топливо, может развернуться вообще очень глубокая глубина ваших отношений. Но если вы сидите внутри себя и думаете, он, наверное, не мой мужчина. А может, он думает то же самое. Но когда вы откроете карты, что-то наступит, что-то начнется. Все дело в том, что мы, знаете, как игроки в покер, в партнерских отношениях, каждый свои карты прячет, каждый хочет выиграть, никто не хотел проигрывать. А партнерские отношения – это игра на общую кассу. И если вы в группе играете, вы как бы знаки даете, какие у вас там карты, какие козыри. Если вы вдвоем друг против друга играете, часть информации вы утаиваете себе, а часть информации предъявляет. Типа я хорошая жена, а внутри я думаю, ну, это не мой, это не мой мужчина. И вот когда происходит вот такая вот потрясающая хрень, как топливо для высвобождения любви, не страсти любви, это искренность, честность, глубина, уязвимость. Я открываю, как я чувствую, и говорю так или не так, с уважением и очень бережно. Друзья мои, мне сейчас нужно на секундочку отлучиться, открыть дверь, я приду, и потом начнутся звонки. А пока запишите телефон прямого эфира. 8-965-769-79-82. Еще раз повторю. 8-965-769-79-92. И сейчас запишите это, я хочу прям принимать уже звонки из прямого эфира. И сейчас запишите телефон 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 прямого эфира. ну что я на месте если вы записали телефон вы можете звонить я буду отвечать на звонки из чата и по телефону было спрашивает слушать и друзья на самом деле сейчас я немножко кусочную от большого торта под названием курс о том как как же это называется короче вот этот вот замечательный наш курс как встретить партнеры для глубоких долгосрочных отношений вот от этого курса я отрываю маленькие кусочки для вас вот потому что делюсь ну как бы тем что у нас будет в этим курсе как встретить партнеры для глубоких долгосрочных отношений кажется он так называется мне поступил один звонок и почему-то он оказался не отвечен вот я отсюда даю вам маленькие фрагменты я как бы захожу в огромнейший ресторан где есть все блюда и выношу вам попробовать потому что на самом деле все эти темы мы очень глубоко разбираем если хотите есть ли это нужно вам глубоко во всем этом разобраться потому что партнерские отношения осознанный путь любви это такая огромный шар огромная резома с переплетающимися какими-то ниточками и нужно не только понять познать и запомнить все это многообразное переплетение но еще очень важная вещь это понять общий принцип как эта штука работает за 10 лет своего консультационной работы я исследовал не только детали которые мне приносили и мои клиенты и я сам копал очень глубоко и себя разбирал но и самые разные другие люди но и мои учителя тоже и когда уже принципы общие видишь общие алгоритмику картографию этих глубоких и долгосрочных партнерских отношений то уже проще об этом и говорить вот первый звонок алло здрасте давайте я слушаю да я здравствуйте андрей да андрей скажите пожалуйста тридцать четыре года мне живу с пожилой мамой так и у нее деменции уже цель геймера есть стоит и как-то не получается не финансово от нее отделиться как и сейчас не пытался жить и не но нет родственников и она ко мне привязана но мамина сильный вами на любовь перешел в сильную привязчивость так а что с этим можно поделать дорогой мы смотрите ну если в контексте партнерских отношений есть очень серьезный риск что вы таки останетесь бабылем вы в них не вступите вы находитесь в браке в эмоциональной связи очень сильный с мамой слышно меня андрей вы ее партнер но не в сексуальном смысле а в плане что вы старший старший мужчина в этой семье если вы не расстанетесь мамы вы не вступите ни в какие другие отношения не только то есть даже есть какая-то девочка понравится вами все ну поймите очень простой момент мама вырастила вас для вас а не для себя и если мама эмоционально психологически не отпустила вас вам придется самому принять какое-то такое непростое решение об отделении от мамы понимаете вот как это будет практически я не знаю в личном консультировании я могу углубиться в это но вы рискуете остаться один и когда мама уйдет с этого места а ваши юные годы пройдут ваши либидо угаснет потому что сердечь через сердечную любовь вы отдаете это маме ну вы так и проживете жизнь один если хотите глубже разбираться смотрите на нашем курсе мы первую тему берем отношения с родителем поэтому если лично нужно но мы я могу по скайпу поразбираться с вами но вопрос нужно решать радикальный как можно быстрее переключаясь на другой звонок алло добрый вечер давайте я замужем вот и у нас произошел конфликт с мужем и я просил его уйти из дома потому что он постоянно пьет в идеале если в вашем городе есть семейный психолог человек который поможет вам разобраться вместе как по про получилось так по как произошло но поступок изгнание это очень-очень ранит мужчин ваш муж если он был и знан из дому женой по просьбе конечно попросила там и так далее он будет двигаться к разрушению к смерти потому что когда женщина выгоняет мужчин а это выгон выгонять на самом деле из семьи это на самом деле ему дальше то если у нее есть опора на себя но он может сказать ну и фиг с ним но если он в алкоголизме у нее нет опоры на себя то есть он какую-то понимаете но и вот мудрые такие психологи психологи не говорят что мужчина даже своим алкоголизм служит женщине он что-то важно ей показывает но если она не хочет этого видеть она уходит она к закрывает глаза и она считает что со мной все в порядке это с ним все непорядки ведь без вас уже да я понимаю я просто я пытаюсь этот работ в первую очередь в себе все проблемы которые значит смотрите смотрите еще раз в себе проработать почему проблему невозможно потому что если бы возможно было мы бы их не допустили эти проблемы собственно и слепые пятна мы не видим поэтому очень важно если вы найдете хорошего консультанта не или консультант шо которая поможет вам их проработать как получилось вот здесь корректный вопрос что муж живя мой мужчина моему живя со мной начал употреблять алкоголь начал пить это ваш честный вопрос что даже может сказать что со мной не так что со мной неправильно и вам придется сходить в трудные грани осознавания себя когда женщина перестает эмоции любовью восхищением уважением питать своего мужчину если он больше нигде не запитан он начинает сам разрушаться ведь было время когда вы питали его восхищались любили между вами было что-то теплое потом что-то у вас закрылась так вот когда вы выходите на честный разговор и понимаете что вы в какой-то момент просто перестали его женским теплом и женской энергии питать а потом когда он запил вы просто его ну представьте вот пристаньте им на пять секунд а когда он запил его выгнали то есть не нужен использовал если вы начинали если бы вы смогли вовремя начать честный разговор и сказать что не так почему тебе со мной трудно я готова услышать я не останусь позиции маргарет тэтчер то что я права он виноват нет пожалуйста вам нужно просто созвониться и сказать приходи поговорим прощение это как будто бы иногда отделаться но когда он выслушан вами скажи все что ты думаешь все почему тебе трудно я готова услышать вот и вы это все берете в сердце какое горькое панно не было а потом говори я поступила неверно что выгнала главу семьи из дому пожалуйста давай попробуем еще раз и если это если это не затянутая стадия алкоголизма то у вас есть шанс не затянувшиеся вот если это ну вот вот поэтому попробуйте я верю что есть шанс но со стороны женщины когда женщина закрывается от мужчины не кормит его чувствами эмоциями восхищением уважением а потом это очень сильная травма и потом конечно можно попросить прощения и сказать давай начнем все заново я свои косяки ошибки поняла вот а если детальнее то конечно уже стоит лично разбираться с этим или вот на нашем курсе долгосрочных отношений кстати меня спрашивает этот курс только для тех кто готовится уступить нет они для углубления отношений и тех людей которые уже находятся партнерских отношений конечно и подходит в черте кризисы кризисы друзья партнерских отношений это нормальное явление конфликты это нормальное явление ненормально когда мы не умеем это проходить или другого виним возникшей сложной ситуации или затыкаемся и замыкаемся это вот это не станет конструктивные способы выхода из конфликтной ситуации поэтому все возможно успехов вам так еще вопросы могут ли сексуальные предпочтения влиять на человека таким образом что он ради эту может предать своих супругов уйти из семьи и отказаться в служении правильно ли это поймите еще раз начале мы говорили и есть люди биологического типа у которых сердце и разум доминант душа и разум доминант а есть люди это это психического типа а есть люди биологического типа у которых вот эта часть и вот это доминант и и самая сложная ситуация здесь у нас находится этические стандарты а вот в нижней части желание а душа она заложница сеть или настроить с этим тандем разум этика значит уважительность верность и чувства и тогда смотрите если это ведет а это следует вот он баланс мужского и женского если доминирует желание чувства все идут туда чувства все идут за желание обслуживают желание вот поэтому вопрос сексуальных предпочтений понимаете то есть вот мы находимся в партнерских отношениях в отношениях любви и почтительности уважения и вдруг ему или ей захотелось чего-то такого что мы никогда не делали и что показалось бы каким-то ну на грани какой-то безумие неприемлемо и так далее люди которые находятся в близких отношениях умеют по крайней мере учатся об этом друг с другом говорить и делиться я могу получить какое-то необычное сексуальное удовольствие взяв тебя силой совершив некоторые носили но я потеряю тебя как человек поэтому если желание доминирует над душой над сознанием мы теряем человека но получаем то что хотели бы от другого человека или может быть если этот человек с удовольствием дать этого нам не может если женщина уступает но она без удовольствия она таким образом уступает но энергию не дает мужчине поэтому если сексуальные предпочтения повлияли на человека и он ради этого предал суп своих супругов но своего супруга ушел от семьи ушел человек потому что у него очень какое-то хочется какую-то хотелку сделать отпустите вы же не можете это ему дать а кто-то даст и притянуть насильно человека вы тоже не можете еще раз да поэтому правильно ли это конечно это как будто бы неправильно но будьте почтительны и уважительны к выбору человек вы отпускаете человека в свою жизнь только тогда когда не добавляете к этому не оценочности не каких-то категоричного суждения не обиды ты это ты я это я я не могла это сделать для тебя ты ушел я тебя отпускаю если человек после того как он ушел чуть там попробовал не пора возвращается но только после солидного покаяния когда человек осознает говорит ну и это все вся любовь она вообще и кризис любовные протекают в глубоких разговорах и проходя через кризис даже через измены отношения могут или углубиться или завершиться поэтому благословляйте кризисы в вашей жизни благословляйте сложные ситуации потому что через это вы углубляете ваше партнерство телефон прямого эфира 8 965 769 79 92 вы можете звонить мне и сдавать вопросы в прямом эфире ирина спрашивает как а татьяна спрашивает скажите пожалуйста как считаете существует ли предназначение у каждого человека или мы слишком копируем это понимание если вы считаете что есть то как его обрести друзья у меня целый семинар под названием путешествие героя на эту тему я не могу его вместить в 2 в 2 минуты но сейчас попробую все таки есть предназначение вот погуглите пожалуйста есть такое слово японское икигай условно говоря когда хочу могу и надо и умею совпало хочу это делать люблю это делать это востребовано и я умею это делать вот четыре сферы если в центре совпало это предназначение а там же еще есть призвание следующий уровень когда вас ваше предназначение обнаружит и призовут куда-то говорят делай просим тебя и следующий момент это уже миссия человека об этом нет смысла сейчас говорить но предназначение это не то что нужно знаете как какой-то квест обнаружить это то что вы методом нащупывания тыка там попробовал в этом попробовал бухгалтера пошла военные пошла значит чего там еще психологом поучилась это нужно нащупать если это ваше то хочу это делать умею это востребован за это платить деньги все совпадет икигай вот наберите это слово и помедитируйте над картинкой в картинках просто поищите там эта тема очень прекрасно раскрыта и вопрос от ирины скажите как понять что я кажется разлюбила человека как ему это сказать боюсь тяну на что-то надеюсь мы только переписываемся видимся по видеосвязи ездят два раза к нему в гости он подорвал мое доверие разлюбила его я боюсь сделать шаг и все тянув какой блин смысл тянуть поймите вот девчонки особенно скромные такие интровертные и мальчишки тоже если вам причинили боль и вы не предъявляете эту боль вы не говорите ты причинил мне боль если вы чувствуете что не любите сквозь боль трудно очень любить человека вы переступаете через себя и продолжаете быть как ни в чем не бывало вам еще раз причинят боль и еще раз причине вот девчонки классический вариант такой когда парень там пошло пошутил или по жопе вас поприлюдно там хлопнул или например там ну там я не говорю про измены сейчас вы должны обязательно говорить при малейшем уважаемый там дорогой или игорь там со мной так поступать нельзя если он не слышит или начинает а чё такое ну все нормально же было я я же искренне это сделал там пошутить нельзя этот человек не ваш любящий человек он уважает ваши границы и после свадьбы лучше не будет может быть только хуже друзья если вы боитесь сделать шаг навстречу все тянете вы прямиком идете в лапы в пасти ран если вы не любите человека и чувствуете это но ничего не меняете в жизни не вы просто напросто называется любой бдсм любовь как боль не люблю но терплю это любовь боль это бдсм погуглите расшифруйте что это означает правда ли что если любовь возникла то она никуда не исчезнет то из-за чего расходятся люди светлана спрашиваю это как из-за того что кардинально используют отношения телескар потом что-то телескар написано значит послушайте вот давайте сейчас без лишнего романтизма скажу другой человек является ключиком триггером который запускает у вас чувство любви но это ваше чувство в некоторых случаях я знал и вы знаете из многочисленных там кинофильмов романов любовных что пришел один человек девушка была закрытая тургеневская интровертная она влюбилась он ее раскрыл но по какой-то причине они не остались вместе но любовь не раскрылась и нужно быть благодарным тому кто ушел потому что он раскрыл человек узнал почувствуешь такое влюбиться что такое вкус любви и дальше уже идет по жизни с готовностью любите быть любимым поэтому и если у вас бутон раскрылся он уже не закроется но иногда если вас любимый человек уходит в тот момент когда вы мучаете страдаете у вас смотрите другой человек строился вашу картину мира у вас нейронные сеточки перестроились так как будто он уже вашей жизни есть а потом он уходит и эти нейронные сеточки сходят с ума другой человек не подтверждает вот то есть его нету и вы болеете но в этот момент вы чувствуете любовь после расставания не надо сразу новой встречи затыкивать рану в душе потому что разовьется тот же самый сюжет который не до завершился но если вы раскрылись любви хотя бы раз жизнь это теперь навсегда это хорошая новость вот ирине из предыдущего ответа хочется сказать дорогая золотая ирина елы-палы видеосвязь переписка это лучший способ убедить свой ум что этот человек есть а его нету любовный сюжет может развиваться только в живую если в живую вы часто при встречаетесь его если у вас есть такая интенсивная встреча то вы встречаетесь вы говорите вот но в какой-то момент тогда вот кажется звоночек есть то это можно поддерживать но ни в коем случае не иначе алло да прекрасно я слушаю вас влада из берлина боже ну давай дорогая влада влада давай задавай у меня такой вопрос возможно он не настолько глубокий болезненный как у других людей у меня более он лежит в своих отношениях профессиональных отношений всего моих видов деятельности у меня разные разные деятельности общаюсь много с людьми с разными абсолютно и как коллегой как партнер по работе и как учитель и тренер для детей взрослых и у меня бывали очень много ситуаций когда я например общалась людьми и хотя я могу многое принимать и воспринимать породу моей преподавательской деятельности у меня достаточно большие границы терпения можно так сказать и принятия но бывают моменты бывают люди когда я почему-то не могу себя держать проконтролировать меня что-то было бывает я бывало я например я занимаюсь и по терапии и например я занимаюсь и по терапии у меня была ситуация когда у меня были сложные дети с расстройствами психологическими и меня там просто выше было так что я на неделю слегла с болезни и в чем вопрос ты хочешь чтобы я ответ целого тренинга вот или семинара уложил в пять минут ну хорошо давай тогда я перехожу уже к слушателями там прям тебе отвечу спасибо что позвонил и так целый аспект целый вопрос что любые отношения и отношения с подчиненными и отношения с детишками и отношения с мужем и отношения с родителями требует эмоциональной зрелости и второй момент очень важный вот владик сейчас спрашиваю а где ты запитываешься если там где ты с детишками или на работе ты отдаешь внимание усилий энергию где ты запитываешься если место в жизни где ты приходишь для того чтобы наполниться если такого места нету то ты опустошенная и если во мне недостаток с аккумулированной энергии благости любви то когда людям говорят ну да еще любой ну дай внимание тогда и мы начинаем раздражаться злиться психовать и выплескиваться потому что все просят у нас любовь например детишки даже если они сконфликтуют скандалит или может быть не выполняют домашние задания а нам нечего дать важно чтобы человек был запитан где я запитываюсь у бога у жизни гармонизируясь ежедневно свое согласие с жизнью с телом с обстоятельствами с эмоциями такими какие они есть если такой глубины через молитву медитацию синхронизации не происходит например человек не знаю что это такое но не должен быть как круг друзей или хорошее отношение с мамой чтобы прийти и поделиться тем что у тебя на душе если человек никем не делится ни с кем делится только отдает и в семье и в отношениях он там как партизан он себя не показывает таким как он есть то ничего ничего не произойдет мы в какой-то момент нас едят мы истощимся люди которые помогающих профессии всякого рода психологи педагоги священники очень часто они отдают и отдают но если они нигде не берут не запитываются и не просят в какой-то момент они выгорают это секрет или причина профессионального выгорания вот поэтому конечно нужно где-то запитываться особенно если отдавать приходится много вопрос юрия логвинова хочется понять психологию расставания с когда-то любимым человеком когда расставание после долгого брака происходит с попытки воссоединения но оказывается что каждый все-таки ценит свои индивидуальные интересы выше и после короткого пребывания опять расставание и новая любовь как-то не появляется сейчас я принесу кое-что чтобы показать вам и дорогому юг и пирогина юрию логинова дать значит ответ на этот вопрос значит телефон прямого эфира давайте звоните через три минутки 8 965 763 79 92 сейчас принесу пока ты благодарю вас за терпение и так смотрите вот есть книжка такая у меня о том как пережить расставание и здесь есть целая глава под названием бывшие вот очень важный момент когда мы расстаемся определиться чтобы мозгу своему и чувствам до объяснить что да с этим человеком было мы когда-то любили друг друга есть веская причина но почему мы не вместе и мы завершаем отношения и отпраздновать завершение вот эти вот возвращалки расставалки возвращалки расставалки конечно понимаете если вы человека и потом почему нет новой любви да потому что нужно расстаться не меньше полгода как чтобы после того как это рано восстану зарастет когда вы поймете что вы у себя один или вы у себя одна и только потом быть открытым новым отношением бывшие это серьезная фундаментальная категория риска вытекания нашей энергии человек ушел может у нее там своя жизнь а мы и пока мы мечтаем и думаем может она вернется или может что-то что-то сложится наша кровь души а крови душа это же синонимы если по библии выбрать вытекает просто в пустоту в никуда вот и в нашем курсе вот как обрести партнера для глубоких долгосрочных отношениях мы отдельно посвятим время этой теме если ты расстался если ты расстался то пожалуйста если ты расстался то пожалуйста давай уходя уходи мне нужно допонять не нужно восстановить границ если эти бывшие не найдя ничего лучше опять стремятся к нам опять идут к нам мы открываем двери но почему-то не срастается то есть у всего что появляется под солнцем есть начало и конец нам нужно просто идентифицировать что это конец вот расстаемся все отпускаем все лучше всего расстаться с благодарностью за совместно пройденный путь тогда зацепок не будет когда то ли расстались то ли не расстались для новой любви места вашей жизни не будет так телефон прямого эфира 8 965 763 79 92 чем отличается семейный союз от сожительства каковы плюсы и минусы одного и другого сожительства гражданский брак мой любимый афоризм это ситуация когда женщина считаешь она замужем а мужчина считает что он свободен пока люди не дадут друг другу защищенности и определенности они прожигают ресурс сексуальной близости реализуют сексуальную потребность а че они там яичницу что ли вместе пришли жарить на кухню что ли ну то есть ну конечно им сексу хочется или одному из них но какой-то тактильности нежности но какого-то чтобы чувство 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 прожигаются определенности нет это как если бы вам выделили деньги на покупку квартиры например трехкомнатные в центре москвы сколько-то там миллиончиков сколько там 20 30 вы вместо того чтобы купить эту квартиру вы начинаете тратить на на пустое на поездки там может слетаем в эмираты на три дня понимаете а потом смотрите а уже в ресурса ты нет понимаете если это ваш человек так чего вы не определяетесь то вы друг другу причем на самом деле определенность ну там рези регистрированы не реки не в этом деле дело я вообще сейчас нынешнее время такое что читаешь эти всякие книги сайты там видео про жон олигархов которые пришла она вообще без ничего разводится от жала кучу денег ну вот ну мужчины не в безопасности находится вопрос который я сдаю вам и мужчин и женщин вы можете прийти на берег океана в какой-нибудь старый заброшенный храм желательно католически можете приехать не знаю в какой-то на ниагарский водопад и там дать друг другу обеты верности и обменяться кольцами если вы такая вещь как регистрация вас пугает может вы не церковный человек вы не хотите но когда на глубине сердца это произошло и вы это сделаете как маленький ритуал друг для друга это для меня уже семейный союз в современном мире это семейный союз а вот сожительство это к давай поживем пока посмотрим знаете как как попробовать но не понравился салат ну ладно выкинем понимаете вот поэтому про плюсы сожительства пускай кто-то другой расскажет я за определенность я при старомодной и динозавр я очень четко понимаю что если ты желаешь эту женщину то когда ты входишь не сексуальную близость ты берешь ее в жены на экзистенциальным духовном тонком плане как только ты вошел в нее она твоя жена как только ты женщина позволила ему себя войти он твой муж а на социальном уровне пойти по не хотите и типа еще не время ну значит ну значит вы взаимодействуете только хотелками но не душами если это твой человек все это определенность с первого раза знаете есть такая история я расскажу вам я рассказывал это неоднократно как консервы вот я расскажу пускай кому-то будет сейчас очень больно потом залечь раньше вот у нас на севере были лагеря такие где жили заключенные и значит в этих лагерях например три таких крутых зэка там или воров законе готовит побег и они берут четвертого обычного какого-то мужика и он даже не понимает о чем не берут ну в побег а зачем меня берут чего нет мне хотят не он думать я по статусу вроде мне подхожу вы уже почти догадались он консерву когда долго бежишь по тайге и нечего есть а выжить то надо вот точно так многие люди берут консерву девушку парень берет или парень там там девушка там находит какого-то до того как встретит того самого или ту самую но пока поживем с этой ему сперма токсикоз же бьет в голову правда куда-то ж надо это девать сексуальную энергию где-то братью надо а потом приходит тот самый человек придет он вот как с которым уже там то долго и счастливо и умереть в один день а пока попользуемся этим и вот мы так друг другом пользуемся ресурс приклеивания к другому психологическим магат механизм прилепления он истрачивается и после пятого шестого партнера душа обучается не при при не прилепляться и гормоны психика не обеспечивают прилепление вот этот выработку вот этого самого гормона окситоцина который отвечает за прилепление вы его израсходовали на самых разных партнер и теперь тот самого которого вроде бы выбрали душа уже не прилепляется потому что вы обучились обучили свою психику посмотреть на это как на несерьезное какое-то приключение поэтому давайте чего-то так я понимаю что время новое 21 век интернет но и старого чего-то такое в человечестве хорошее было давайте это будем использовать господи спасибо татьяна пишет за ответ да друзья я конечно очень хочу вот откровенно сказать вот какую штуку вот вот какую штуку для того чтобы не разбираться в этих маленьких детальках отдать общую картину мы вот с максимом модератором сделали вот этот вот очень очень хороший замечательный курс и вот только техническая сторона теория то и все моя и который начнется 17 декабря вот он стартует уже в каждом в курсе у нас 20 за 20 тем в каждую тему входит голова из книги осознанный путь любви входит туда видео и входит туда 7 задать и уроки выходят раз в четыре дня я сейчас пока провожу этот эфир продолжаю работать над темами и где-то больше половины тем уже записаны и они уже подготовлены курсу но я продолжаю работать поэтому вот сегодня например я работал над темой мужской и женской на эту тему очень много вопросов но я ну поступает но я вкратце вам расскажу что входит мужской и женской потому что вот когда вот эти штуки начинают с равностность у партнеров да с тем что ну как бы каждый из нас человек зачем делить да потому что в природе мы разделены у нас не только разные физические параметры у нас и ум разный у нас эмоциональная природа разные поэтому если бы мы были одинаковыми нас бы не влекло друг другу но нас про продолжает влечь друг другу и в этом смысле сегодня вот я несколько таких текстов выложил и олечка арефьева даже обиделась на меня сказала как это так вы говорите что мужчина это такое женщина такое женщины бывают и такими я понимаю друзья бывают мужественные женщины и бывают женственные мужчины я уважаю и мужественных мужчин им женственных женщин и мужественных женщин и женственных мужчин все такие как есть но яркость как контрастность игра интересный сюжет закручивается когда я как мужчина все-таки осваиваю свое мужское и в партнерских отношениях двигаюсь как мужчина. А ты, женщина, осваиваешься и женское, и в партнерских отношениях двигаешься как женщина. Мужчина – это вертикаль, вертикаль. Рост, развитие, вторжение, экспансия – это про мужчину. Женщина – это горизонталь. Чувства, эмоции, отношения, разговоры, но любовь, какая-то уют, красота, вот что. Но если мужчина горизонтальный, знаете, мне уже задолбали эти мужчины, которые только о чувствах, только о нежном, только о таком мягком и прямо, ой, вы меня не уважили в моих чувствах, один человек говорит. Я когда к вам приезжал, я вам хотел рассказать о своих чувствах, а вы мне прям резко оборвали. Боже мой, это же, это феминность. Вот. И когда женщины находятся слишком в вертикали развития, слишком ментальные, слишком процессуальные, но вот эта вот тема с уютом, с волшебством, с рюшечками, с красотой, с женственностью у них, как будто атрофировано, не работает. Вместе мужское и женское образует фигуру какую? Крест. Крест. Пока эти две планочки сбиваются, вот если мы сейчас будем вбивать сюда, они вроде тянутся друг к другу, а потом раз, больно становится. Больно. Гвоздик проходит и теснит это все. Пока мужское и женское не станут одно, они не перейдут в новое качество. И когда вот это вот произошло, трансформировалось, мы можем быть вот чем. Смотрите. Красиво. Оно единое целое, но при этом в вертикали горизонталь сохраняется. И так приятно наблюдать, когда люди стали заодно, вот смотришь супруги, да, и они такие прекрасные, то есть они такая прекрасная, они заодно. То есть друг другу они ничего, то есть они друг за другом. Я немножко здесь спрашивают, как записаться на курс, я немножко отвлекаюсь. Жена за мужем, а муж нет, он не за женой. Он хранит ее, он ее хранитель, он ее бережет внутри себя. Вот я кидаю ссылочку, как определиться на... Опа, мне написали ссылки запрещены. Слушайте, а вот кликайте вот на эту штучку, чтобы узнать подробности, послушайте. Вот под видео есть такая штука, называется узнать подробности. Кликайте, чтобы узнать подробности в нашем чате. И таким образом, я отвечаю Максиму, можно попасть на обучение. Вот. Татьяна спрашивает меня. Да, так вот я к тому, что вот сегодня я работал над этой темой, и я в какой-то момент попал, знаете, в какую-то такую плотность, сопротивление. Я понимаю, сколько сопротивления может вызвать такая постановка вопроса. Это я вам, друзья мои, делюсь. И мне хочется найти с одной стороны честную, с другой стороны очень деликатную. Я как учитель очень люблю обучать людей бережно. И мне не нравится проводить через раны, боль, что-то припоминать, какой-то психоанализ, с хрена устраивать. Нет. Я хочу по-доброму рассказать вам, что если прошлая ситуация, прошлая история вас не устроила, пожалуйста, давайте разберем, какие законы полевого, системного вот этого взаимодействия были нарушены. Что я не учел? Что я не учла? Поймите, другой человек, это не объект для ролевой игры под названием семья. Я ищу подходящую кандидатуру, значит, на позицию мужа. А этот более-менее подходит и все. Нет. Нужно доглядеться до души человека. Нужно научиться дружить. Научиться быть в диалоге. Научиться выслушивать человека. А иначе... Как? Иначе это все... Ну, просто... И вот люди вступают в семейную жизнь, потом понимают, что, ну, вот, вроде что-то было, а глубины-то и нет. Глубина может возникнуть со временем. Но лучше, если она возникнет до осознанного решения стать мужем и женой, стать парой, быть вместе. Как хочу понять, хочу ли я вступить в отношения или нет? Как преодолеть страх отношений? В нашем курсе есть даже отдельная глава «Преодоли страх близости». Там я описываю, как. Понимаете? Вот объемные темы, но так, чтобы они... Ну, чтобы это подробно дать, я сейчас за пять минут не могу. Ну, просто начать преодолевать страх. Хочу я вступить в отношения или нет? Это внутри вас, вы знаете. Но если бы вы сейчас были вот здесь у меня перед глазами, я бы прямо по глазам бы сказал вам, хотите или нет. А как захотеть? А зачем захотеть? То, что естественным образом не хочется. Ну, конечно, вы скажете, хочется быть мамой. Так вам муж нужен или радость материнства? Что, во-первых? Если вот это желание родить себе ребенка, значит, муж только на второй роли. Вы подтягиваете, берете семя, зачинайте, и вам нравится материнство. И вы такого ребенка обрекаете на безотцовщину. Если вам, во-первых, нужен муж, мужчина, ваш любимый, то следствием этой любви будет ребенок. Если вы заберете от мужа, после того, как возьмете у него семя, всю любовь и обратите на ребенка, в этот момент муж уйдет. И ребенок останется без папы. Если же вы будете внимательны даже в период беременности и кормления к мужу, и ему будете отдавать больше энергии, чем ребенку, у вас вырастет дитя любви. А понять или нет, ну давайте звоните по скайпу, могу назначить консультацию, приходите на курс, вы точно там поймете, хотите выступать или нет. Потому что я описываю внутри этого курса не только цветочки и свадебную фату. Я описываю кризисы и трудности, которые и выборы, и непростые понимания непростых ситуаций, которые нам придется со временем столкнуться. Что делать младоженым между медовым месяцем, чтобы лодка не разбилась, а быт? Знаете, такие вопросы задаются или слишком рано, когда люди еще летают в розовом тумане, или слишком поздно. Нужно понять сильные и слабые стороны романтической любви. Сильная и слабая сторона, вернее слабая сторона, но звучит очень сильно, я жить без тебя не могу. Жить без тебя не могу. А сильная сторона, знаете, в чем? А жить-то мне придется с тобой. Вот вкус любви раскрывается после того, как романтическое пьянё с другим человеком проходит. А показатель любви – это через три года, после того, как романтическое прошло, кто первый заметил полное мусорное ведро, тот и вынес. Понимаете? Всё. И быт является показателем любви, а не помехой. Если я люблю своего мужа, мне хочется к его приходу с работы всё сделать, всё приготовить, там то сделали, это, что-нибудь такое сделать, чем-то порадовать, какой-то романтический вечер при свечах. Если я люблю свою жену, я возвращаюсь домой, и я чему-нибудь вспомню, такое, что она любит, зайду быстренько куплю, позвоню, если задерживается. Быт – это, если хотите, театральная сцена, подмостки, на которой таинство любви совершается. Как может артист… Вот любовь – это, ну, как вот, романтическая какая-то комедия или трагедия, а быт – это весь этот прекрасный, замечательный театр, в котором это всё происходит. Поэтому молодожёнам нужно после медового месяца, а лучше до, вместе пройти курс, как найти партнёры для глубоких и долгосрочных отношений. И, может быть, не спешить. Вот на пике влюблённости вступить мы можем во что угодно, даже в говно корове, если вступаем, то как бы нам и счастье. А если мы влюблены? А присмотреться, каков человек, и можно ли с ним говорить, уважает ли женщина мужчину, любит ли мужчина женщину, так что она чувствует, что её любит. Вот это, к сожалению, и к счастью, самое такое замечательное. Как попасть на онлайн-обучение? Пожалуйста, вот, ещё раз Максиму отвечаю. Как быть и сердечный, сердечный брак заключён, но спустя год начинаешь чувствовать себя консервами? И ещё раз универсальный случай. Независимость издаёт, это Светлана там, или это Николай издаёт. Вы садитесь, только не на взводе, не с угрожающей интонацией, и говорите. «Дорогой, я чувствую, что я твоей любви не чувствую. Это не окончательное. Я твоей любви не чувствую. Не чувствую, что я ценна. Не чувствую, что я любима. Это не мой окончательный вердикт. Я к тебе, как мужу, должна рассказать, что у меня на сердце. давай поговорим. Хочешь ли ты быть со мной? Любишь ли ты меня? Я для тебя самая близкая женщина? Или ты возвращаешься с работы ко мне, или просто в дом? Имейте смелость говорить, но без выноса мозга, без истерии, с готовностью услышать любой ответ. Если вы начинаете говорить угрожающей интонацией, то мужчина схлопывается и ведёт себя как стратег. Может быть, даже это и звоночек в эфир. Алло? 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 Да. Да, здравствуйте. Вы знаете, что я набираю, и мне это не попало, правильно понимаю? Да, вы в эфир звоните, так? Да. Да, слушаю ваш вопрос. У меня вопрос касаемо венчания. То есть, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы понимаете венчание? Какой смысл в него вкладываете? И каким образом можно понять, что ты готов к этому? Мы с мужем совсем недавно поженились, и достаточно долгое время общались, встречались, если можно так сказать. И мы даже перед свадьбой были в храме, поговорили со священником, но могу сказать именно за себя, что, наверное, я искалась ответственности вот этого какого-то, наверное, слишком глубокого понимания венчаниях в христианском его. И мы на время отказались, то есть решили перенести, муж, скажем так, пошел мне навстречу, он видел мое состояние. А кто был инициатором, скажите, кто был инициатором, чтобы вы повенчались? Вы знаете, наверное, все-таки это была я, потому что как-то я сквозал в моей семье. Хорошо, останавливайтесь, осталось, стоп, 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 давайте короткими перебежками будем. Хорошо, если я правильно понимаю, то ваши отношения с мужем не настолько ответственны, а вот когда венчание, оно такую ответственность прям возложит, а сейчас у вас как будто не очень ответственны, так или нет? Нет. Если, ну давайте так, от души скажу вам так, если свидетельство вашей любви, вы любите его, он любит вас, вы вместе, достаточно ли, или вам нужно какую-то еще, ну дополнительную нагрузку? Вам-то вы уверены друг в друге? Как любящий, как любовник? А зачем вам этот, ну какой-то такой груз, какую-то ответственность, мистики сюда? Любви достаточно или нет, скажите? Для меня так. Вот и все. А для него? Насколько мы общались, я услышала, какой же ответ из его страны. Ну смотрите, между вами любовь, как вы чувствуете? Я чувствую, что да, ты неслабил. Так. А он, наверное, считает так же? Я надеюсь, что да. Вот, переспросите еще раз его, скажите, дорогой, между нами любовь, потому что мне кажется, это именно любовь. И он скажет, да, дорогая любовь. Открывайте Библию, Евангелие от Иоанна, там написано, Бог есть любовь. Я вас слышала. Если между вами уже есть Бог. Все. Перестаньте сами себя усложнять. Обнимаю вас, у вас все хорошо. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. Итак, друзья. Мне так хочется вас всех пригласить на этот курс. Вас тут 79 человек, и даже Шапира Ирина пришла. Очень полемичная женщина, которая уже никаким учителям не верит, а меня продолжает слушать. Итак, рассталась с любимым мужчиной, когда узнала, что он обманывал, а с обновлением отношений речь не идет. Раз так поступал, значит, не цена для него, пишет Светлана. Прекратила общение, в соцсетях не слежу, ни с кем не обсуждаю, избавилась всего, что о нем напоминает. Нашла новые хобби, много общаюсь с людьми, молюсь и делаю психологические практики, чтобы простить и восстановить свою самооценку. Но легче не становится, а прошло уже несколько месяцев. Вопрос по времени. Я делаю что-то не так? Вот, судя по вашему писанию, все так делаете. Но у каждого из нас есть психика, душа, подсознание. Это все-таки, знаете, эфемерные понятия, но мы понимаем, что есть что-то глубже, чем я. Я принимаю, вы знаете, прям так, я принимаю, ну, как бы, решение отпустить человека, а душа не отпускает. Я говорю, да она там коза, короче, она там изменяла все, а душа не отпускает. То ли это сексуальная привязка, то ли это душа, то ли память, мы не знаем. Но давайте назовем это душа. Вот пока душа это не отпустит, не надо делать никаких усилий. Я знаю, что есть всякие техники, есть всякого рода отворота-привороты, завороты-обрезания каких-то вещей, но я верю в то, что душа мудрее. Этот человек, которым вы расстались, проник в вас глубже, чем вы это даже способны осознавать. И ваша душа не отпускает его. Вы можете поговорить со своей душой и сказать, душа моя, душа моя, ну отпусти, давай отпустим. Я благодарю, мы благодарим его, он много чего ценного нам дал, претензий не имеем. Благодарю за то лучшее, что открылось. Давай отпустим, пожалуйста. И к себе нежно. Если вы будете к себе грубо, директивно, требовательно, вы будете заставлять себя отпустить, вы еще больше будете сопротивляться, душа еще больше будет сопротивляться этому отпусканию. Поэтому, пожалуйста, поговорите с душой, скажите, давай отпустим. Вот. И все. И все. И все. Потихонечку опускаем. Галина пишет, замечаю, когда вас слушаю, обретаю целостность. Спасибо. Дорогая Галина, дорогие люди, которые не понимают, что за сумасшедший игумен вещает вам какие-то странные слова. Вот. Если вы можете смотреть глубже, чем слова, я из этой штуки, которую вот Галина назвала целостностью, с вами разговариваю. Я могу даже таблицу умножения считать или детский стишок рассказывать. Это сработает. Понимаете? Работает в большей степени вибрация, а не информация. Всю полноту этой вибрации я вложил в этот курс и спасибо Максиму за то, что он выставил ссылочку на регистрацию. Вот. И Ирина мне говорит, благодарит за слова про быт и говорит, какой я мудрый. А мне приятно мужчинам, кстати, очень приятно, когда женщины делают им комплименты. Поэтому задание, которое я даю в завершении, мужчинам, которых вы уважаете и любите, сделайте. за завтрашний день, а можно даже сегодня с кем, если вы с кем-то рядом, не меньше трех глубоких комплиментов. Звоночек откуда вы там? Слушаю вас, вы в эфире. ой, батюшка, скажи, пожалуйста, я слышу, тут уже речка будто бы другая идея. Вот такой вопрос. Если давным-давно рассталась с мужем, да, но он по-прежнему иногда пишет, что ждет, хотя знает, что я не вернусь, может ли его ожидания с причиной того, что не встречается человек, мужчина или причина в другом? Может быть, это одна из причин. Рассказать давно. Хорошо. Сейчас переходите вы туда в эфирчик, я там начну отвечать на этот вопрос. Смотрите, очень важный момент. Два человека были вместе, были счастливы, потом что-то пошло не так, потом они расстались. Проходит время. Год, два, три, пять, семь. И вдруг он звонит или она звонит. Если вы не вступили в новые отношения, то не откажите себе в удовольствии встретиться с этим человеком. То есть встречаться и взаимодействовать в таком случае лучше и эффективнее, чем оставить себя и другого человека в неведении и неопределенности. человек позвонил встретить если кто-то из людей, которые когда-то были со мной близки, а потом ушли и прошло достаточное время, что эмоционально уже не фонит. И человек говорит у меня ближе тебя человека нет. Давай, ну давай, хорошо, буду в Москве, там 13-го встретимся. почему это важно. По ком скучает этот мужчина? Он скучает по той самой женщине, которую когда-то любил. Являетесь ли вы той самой женщиной, которую он когда-то любил? В настоящее время являетесь или нет? Скорее всего нет. Если он запомнил вашу форму, ваш характер, вашу психоэмоциональную природу, а если он увидел вашу душу, то вы ей являетесь. И его душа может тянуться к вашей душе. если он старую Ольгу, Елену, Татьяну не вернуть. Ту, которая из памяти. Но вот это новое, как срезонирует с ним. Поэтому никогда не отказываем себе в удовольствии встретиться на нейтральной территории непременно. Непременно без секса. И просто говорить с другим человеком. Вы знаете, я тоже скажу непопулярную штуку, но вот этот секс очень часто, особенно в ситуации всегда в 100% неопределенности к тому друг другу, он все и портит. И если он случился слишком рано, до определенности к тому люди друг другу, это может, даже если они останутся вместе, затруднить их путь навстречу друг другу. в чем? Да, поэтому смотрите, как бы просто повстречайтесь, поговорите, но только лично, вживую, никаких скайпов, никаких интернетов. Проведите время, поблагодарите за то, что вы были друг у друга и познакомьтесь как будто бы уже и с новым человеком, который вот к вам решил прийти. Его душа тянется к вам. Если он видел вашу душу, то то, что форма за 5-7 лет изменилась, никак не повлияет, если он душу. А если он чувство или форму полюбил, вы хотя бы он избавится от иллюзий. Смотрит, форма уже не та. Человек уже как будто бы не тот. Характер то у нас меняется. За 7 года, за 7 лет у нас полностью костная ткань обновляется, не говоря уже о коже, о нейрончиках. Там все постоянно меняется, понимаете? Поэтому не откажите в себе в удовольствии узнать, ну, показать себя другому человеку, только если рана не фонит. Если у вас есть претензии или рана, то эта встреча, она наоборот даже как будто бы ну, просто разбередит эту рану. да, есть такие бывшие, с которыми стоит на территории дружбы встретиться. И я не знаю, к чему это приведет и что возможно, но я думаю, прекрасно было бы. Но вы смотрите сами, вот если то, что я говорю, ложится и вызывает фух, такое облегчение, значит этот ответ ну, попадает в это пространство. Если у вас уже внутри себя был ответ на этот вопрос, а его не было, вы ожидали именно этот услышать. Если бы было четкое нет, вы бы даже не задавали этот вопрос. В чем для мужчин является мужественность? Ну, слушайте, друзья, ну, вот смотрите, в нашем курсе, вот смотрите, есть тема обретения мужественности. Сейчас я работаю над вторым изданием тем для этого курса. Если первое издание выдержало 400, сейчас будет страниц 500. И о том, что такое мужество, подробно там говорится. Давайте кратенькие такие вещи. Вертикаль, ценность развития. Мужчина состоялся в мужественности, когда он преодолел материнский комплекс, то есть он независим от мамы, до этого он мальчик. Стал экономически, территориально независимым. Вертикаль его выстроена. Мужчина это человек, который ради любви никогда не поступит со своими принципами, своим предназначениями миссии. Он не завалится в женщину, изменив тому, кем он в социальном мире является, тем, кем он хочет быть. То есть, смотрите, любовь это вся пространство, это женское пространство, это вся жизнь женщины, она вся про любовь. Если женщина, конечно, фемином находится, а не маскулином, у них и разговоры про любовь, мужчина, для мужчины любовь это не вся жизнь. Он выходит за пределы любви, за пределы отношений, женщины, за пределы семьи, чтобы реализоваться. И он возвращается к ней. И только с той женщиной, которому ему удобно, чтобы она помогала ему в его жизни, ну, поддерживала, не выносила мозг, любила. Только с той женщиной он будет находиться. Если женщина не может быть с этим мужчиной, если женщина вытягивает все на себя, ну, зай, ну, ты где, ну, давай, ну, пойдем, я не хочу, я обиделась, ты не ответил на мои 12 смс-ок, мужчина говорит, нафига мне это надо, у меня тут дела, понимаешь, бизнес стоит, а ей она выматывает все нервы, у меня больше ни на что не остается. Поэтому мы вводим сюда в партнерские отношения, и в нашем курсе есть очень хорошая глава под названием «Корыстность в любви». Корыстность. Вот я покажу вам, чтобы вы поверили, что такая глава существует в нашем курсе. Вот, а это у нас пособие «Корыстность любви». Корыстность, страница 337, у вас будут у всех в раздачных материалах все главы, причем обновленные в этом издательстве, по отношению к предыдущему курсу, 337, вот, смотрите, корыстность любви. Настоящая любовь корыстна, и корыстна она должна быть и для мужчины, и для женщины. То есть взаимополезно. Это очень, очень, очень важно. Скажите, пожалуйста, как сад, да, и мужчина в мужественности я не перечислен, у него первая ценность развития, вторая ценность, и, да, очень важная, мужчина умеет встраиваться в иерархию мужчин, он приходит в сообщество мужчин, и он понимает, кто здесь старший, кто младший, в каком статусном положении я, если человек хочет задружиться с мужчиной более высокого статуса, он чувствует пиетет, он извиняется за свое вторжение, он просит, например, определенное количество времени. Если мужчина хам, ну, как бы, или подросток, такое подростковое хамство, он не может этого чувствовать, он не понимает, зачем это, мы все равны, это подростковость. Женская, оно как раз в большей степени менее иерархична, там тоже существует. Мужчина нашел себе место в сообществе старших мужчин. Мужчина имеет благословение старшего мужчины, отцовское благословение. мужчина, ну, как бы, выстроил, ну, есть понимание себя, у него есть дело в этом мире, помимо любви и отношений, и оно для него главное, доминантное, и тогда женщина тянется к такому мужчине. Как только женщина становится смыслом жизни мужчин, в глазах женщины, хотим мы того, женщины, или не хотим, он обесценивается. Если он для нее весь, если ее бизнес, ее дело главное, а он тут готов даже на подпевках или поработать, или, например, там, если она директор какой-то фирмы, повозить ее по этим, работать у нее водителем. Я такие случаи тоже встречал. Там очень много таких категорий, но сейчас я все не упомню, но некоторые если вас зацепили, то, как говорится, добро пожаловать в мир мужчин. Скажите, пожалуйста, как сотрудничать человеком, который осознанно причиняет боль, я не могу выйти из этих отношений, потому что безумно любимый ребенок, другой обоюдной цели, партнерства, кроме счастья, сына нет. Слушайте, и смотрите, если вы живете вместе, то что лучше, как вам кажется, для сына, жить в атмосфере, где папа и мама обижают друг друга, но любят ребенка, это вообще шизофреногенное послание полностью, или жить в атмосфере, где есть, например, или мама, или папа, а другой родитель на расстоянии, воскресный папа или воскресная мама, сейчас по-разному случается, но они на расстоянии хотя бы могут уважать и ничего плохого друг о друге не говорить. Ваш ребенок, если вы вдвоем любите безумно его, но живете в атмосфере конфронтации, вырастет с серьезным страхом семейных партнерских отношений, потому что что такое любовь в семье, мы берем из нашей родительской семьи. Если он обеспечивает ребенка финансово, но вы живете на одной территории, вы можете просто с глубоким почтением сказать, Сережа или Сашенька или Коля, мы друг другу причиняем боль. Мне очень тяжело жить в такой атмосфере, я прям как на пороховой бочке, я не знаю чего ожидать. Мы раним друг друга своими фактами, что мы вместе. Мое предложение такое, давай мы с тобой дорогой расстанемся. Я знаю, что как любящий папа, ты смог бы выделять какую-то сумму, сами договоритесь какую, на воспитание сына. Я прошу тебя об этом решении, потому что я тут с одним умным мужиком, психологом по вебинару разговариваю, он говорит, что это оказывается его очень ранит, я не замечала, но это так, душа ребенка считывает. Или же вместе идите к какому-то третьему лицу, независимому эксперту, психологу, и приходите к мирным отношениям. Я не за разводы, друзья, если то, чтобы люди расставались, когда вместе им тяжелее, чем если они расстанутся. Слушать одно, верить другое, потрындеть, люблю это веронда, вот это Шапира Ирина, которая очень часто трындит, правда, но при этом она говорит, что душевно излагаете, вас приятно слушать, значит не трындит, беру свои слова обратно. Ирина, как жалко, что меня не болит, иначе прилетел к вам на учебу на крыльях. Так смотрите, друзья, на учебу, на вот это вот, который у нас начинается, курс 17-го, как найти партнера для глубоких долгосрочных отношений, ведь знать эти законы, например, я тоже совершенно счастливый человек, у меня иногда попаливает чуть-чуть, но так ситуационно, зубик, например, или что-нибудь коленку ушибу, у меня тоже не болит, но разбираться в этих ситуациях, понимать эти законы, это знаете, как смотреть хорошее голливудское кино, потом, если у вас есть, например, детки, а может быть, будут внуки, ведь когда вы этими знаниями наполнены, вы на полевом уровне без единого слова можете им это знание передать, поэтому это исследовать, изучать ничего не поздно никогда, это не так, чтобы я сильно уж вам продвигаю или агитирую, а только я за то, чтобы это, чтобы, чтобы как-то с крыльями вам полегче было, я приглашаю вас вместе с нами на этом курсе полетать на крыльях, Таня, Таня пишет, добрый вечер, уже имею в виду, не скажите, пожалуйста, как понять разницу между поддержкой мужчин в финансовом развитии, в разговорах с ним, проявлением веры в него и между материнской опекой в отношении как к ребенку, у тебя все получится, как правильно сделать и правильно ли вообще ваш вопрос, Таня, сформулирован как-то не так, чтобы очень конкретно, поэтому, если бы мы могли вместе в формате беседы, скайп-консультации, я бы, ну, изложил вам подробнее, но на самом деле внутри курса я подробнее говорю, как женщине не впасть в мамочку, там есть эти места, когда, если вы видели, если ваша мама по отношению к отцу покровительственно относилась, или как к слабому, или как к какому-то больному, или как к незрелому, поймите, что, как сказать, что, то у вас огромная тенденция на полевом уровне ну, эту стратегию отзеркалить, поэтому, прежде чем идти в партнерские отношения, или если вы уже там, сходите для того, чтобы увидеть свои слепые пятна, увидеть, заметить свою тенденцию к скатыванию в мамочку. Женщина, которая перманентно стремится вести себя как мама по отношению к своему мужу, унижает мужчину. Если между ними есть глубокая связь и любовь, он деградирует. Понимаете? Он остается маленьким. Я очень за то, чтобы с партнера вместе росли. Но вы-то растете как мамы, а он таки остается маленьким. Поэтому, если эта тенденция есть, пусть кто-то вам поможет разобраться. Мы, подчеркиваю, свои слепые пятна, не вижу. Телефон прямого эфира 8-965-763-79-92. Что я, как женщина, должна чувствовать, чтобы, спрашивает Наталья, чтобы наиболее точно осознавать, люблю этого мужчину. Это мой человек, я хочу следовать за ним. Послушайте, два слова должна чувствовать, они не могут стоять рядом. Это и должна любить, не могут стоять рядом. Слова любить, это не предложено. Поведение любви, уважение, да. Но уважать, любить, чувствовать, это проявление глубинное, спонтанное. И если запрограммировать его, это вы будете как робот. Нельзя дать критерий другому чувству. Вот знаете, сегодня я разбирался с этой темой и наткнулся на вот какую вещь. Вы смотрели фильм Сталкер, наверное, наверняка. И вы помните, там как прекрасной Алиса Брунна Фрейли играет жену Сталкера. Вот, я не знаю, удастся ли мне найти. вот, и вот, что чувствует жена Сталкера. Смотрите, то есть, он мужчина, который не достиг социальных высот, но обрел свою миссию. И вот, я рекомендую это пересмотреть, это в самый конец виду, что должна чувствовать. Вот ответ на ваш вопрос. Вы знаете, мама была очень права. Вы ведь, наверное, уже поняли, что он же блаженный. Над ним вся округа смеялась. Он растяпал был, жалкий такой. А мама говорила, он же сталкер, он же смертник, он же вечный арестант. И дети. Вспомни, какие дети бывают у сталкеров. А я, я даже, я даже не спорила. Я и сама про все это знала, что смертник, и что вечный арестант, и про детей. А только что я могла сделать. Я уверена была, что с ним не будет горькое счастье, чем серая унылая жизнь. Может быть, я все это потом придумала, а тогда он просто подошел ко мне и сказал, пойдем со мной. И я пошла. Никогда потом не жалела. Никогда. И горе было много, и страшно было, и стыдно было, но никогда не жалела, никогда никому не завидовала. Просто такая судьба, такая жизнь, такие мы. Если не было в нашей жизни горя, то лучше б не было, то лучше б не было, хуже было бы, потому что тогда и счастья тоже не было бы, и не было бы надежды. Вот, я не знаю, удалось ли мне передать эту интонацию счастливой женщины, которая нашла своего мужчину. Но то, что я слышу за вашим вопросом, вы как будто бы разучились чувствовать, или вам запрещали это, или может это не раскрылось. Чувствовать. доверять своему чувству. Люблю или не люблю этого мужчину, это базовое для женщины. Женщинам, вот если по-честному, я даже женщинам такие вещи прощаю, когда она выходит по расчету, чтобы, ну, обеспечение, финансы, все. Но если чувствует, и честно себе говорит, я имитирую любовь, выхожу по расчету, мне нужна финансовая защищенность. женщина может это чувствовать и идти на компромисс. Но если человек не знает себя, значит, между головой и сердцем перерезано кабель, нужно сначала это подчинить, поэтому рекомендую вам хорошего консультанта, психотерапевта, может быть, женщину, а может быть, мужчину, может быть, к тому и тому сходить, чтобы научиться чувствовать, чтобы кабель вам восстановили отсюда-сюда. Это Наталья спрашивала, давайте еще один звоночек и уже будем заканчивать. Скоро пошел наш эфир конкретный обещал. Два часа не больше. Вот. 8 965 769 79 92 Я случайно узнал о том, что у моего мужа есть дочь от другой женщины, ей уже 10 лет и зовут Алина, так как мою младшую. Кроме того, нашла документы там, продал совместно во льву, эту, которую купили за деньги, можно пробовать. Давайте Ирина, которая про квартиру в Харькове и про другую дочку Алину от другой женщины. Я могу это очень частно и нужно разбираться И много дополнительных вопросов. Лана, какова причина постановки диагноза Ирлаков в отношениях? Ну, когда я не справляюсь с тобой, я говорю, что ты шизофреничка. Когда ты не справляешься со мной, ты говоришь, что психопат. Как только вы поставили вашему любимому диагноз, обозвали или уверовали, то есть, или вы прям клинический психолог, и вот точно у тебя алекситимия, у тебя там шизофрения, ты вообще какой-то этот вегетососуд, ну, нет, психиатрический диагноз. Все, это начало конца. А не слышат? Почему? А какие партнеры не слышат? Какие-то слышат. А вот ваш, наверное, не слышат. Надо разбираться. Как я, вот правильный вопрос, и почему партнеры не слышат друг друга. Как я создала, вот правильный вопрос психологу, в своей жизни такую ситуацию, что с человеком, которого считала моим любимым, создала прецедент неслышанности. Вот правильная постановка вопроса. И тогда каждый начинает мести свою сторону улицы. Галина, а я вот и боюсь, что через онлайн-вибрации не будет передаваться. Пожалуйста, напишите, кто чувствует мою вибрацию, теплоту моего голоса, моё участливое отношение к вам, даже если я вас живую не вижу. Кто это из вас чувствует? Что я не мозгоправ и не какой-то человек, который создаст вам какие-нибудь алгоритмы, если... Или 15 правил управления другим человеком. Дорогие друзья, в моём курсе речь идёт о том, о исцелении собственного сердца, собственной души. Если найдёте... Вот знаете, сейчас рекламная такая штука. Если найдёте курс, где обучают слышать свою душу, так же глубоко и качественно, но дешевле, чем мой курс, я готов оплатить вам обучение. Как вам такой ход? Вибрации передаётся. Те люди, которые слышат, смотрят моё видео, они очень много пишут мне и благодарят, потому что говорят такое ощущение, что вы говорите лично со мной. Вот. Хотя, говорит, я головой, люди пишут, понимают, что это не лично со мной, что вы кому-то там за кадром рассказываете или предполагаем слушать. Ну, касается лично меня. Ну, такова моя, ну не знаю, методология, сердце, чего угодно назовите. Но, когда мы создавали этот курс по книге «Осознанный путь любви», «Как найти партнёра для глубоких долгосрочных отношений», мы, я именно это имел в виду. Я не верил до конца, что вся рация передастся. Но вы меня убедили в том, что она передаётся. Понимаете? И когда мы провели первый курс такой, он так и назывался «Осознанный путь любви», люди говорят, что передаётся. Тем более, я там переписывался, отвечал людям на это всё. Вот. Чем отличается таинство венчания может быть дополнительной нагрузкой для людей? В таком случае оно будет обоимжеланно. Чем же таинство отличает союз, который не является венчанием? Любви, я верю, самой по себе достаточно. Если наша любовь нуждается в каких-то закреплениях, таинствами, регистрациями и так далее, я не против. Значит, вашей любви недостаточно. Вы хотите связать себя имуществами, какими-то обязательствами, там, брачным контрактом, венчанием, потому что вы не верите, что вдвоём удержать любовь возможно. Вот над этим работать надо, а не над тем, чтобы связывать одним, другим, третьим. Свадьба, что такое, это род связал, венчание связать, и под Бога подвязали. Но ушла любовь, не сохранили огонь. Всё. Вот кто из тех, кто венчался, очень много венчаются люди, разводятся. Вы думаете, оно может остановить, если пропало уважение, пропала бережность, пропала забота, пропала любовь, только сплошной эгоизм и претензий. Что, это может что-то гарантировать венчание? Если любви самой по себе недостаточно, то нужно какое-то венчание, чтобы долили, что ли, любвиём, там, батюшка долил. Так вы сами дорастите до той любви, когда, которая сама по себе является мощным свидетельством Божьего присутствия у вас и посреди вас. Моё глубокое убеждение. Любви самой по себе достаточно. До ста точно, если она до ста дошла. Но если будете такими факторами, там, дожимать дорогой свадьбой, какими-то пригласите Валерия Меладзе, ещё, чтобы спел фамилиалу Пугачёву там. Но это же не оно совсем будет. Так, зависло, не восстанавливается перезагрузка, трансляция приварилась, тоже висит. Нет трансляции, зависло. Может, запись будет целиком? Да. Хорошо. У меня зависло, вообще не показывает. У меня зависло. На словах и только с той женщиной строй. Можно ли мне посмотреть? Можно будет. Видимо, будет продолжение. Зависло, окончание зависло. Пропадает трансляция. И ура, вы в эфире. Карма интроверта. Наверное, был вопрос, пока в записи будет. Не бойтесь. Будет в записи. Да. Может быть, так, что выходит женщина замуж по расчёту, а потом благодаря ему хорошо, без вещества. Может быть. Ирина очень многословный человек. Ну, ничего. Я тоже. В этом мы с ней похожи. Я чувствую, чувствую, чувствую. Вибрации через интернет хорошо передаются. И всё-таки время что-то... Я всё время что-то очень чувствую. Ирина, вы просто сокровище. Чувствую. В разной душе чувствуется вибрация. Курс уникален. В него было очень много вложено. И очень много моей любви и вибрации. И не то, что это когда-то. А он ещё записывается. Я записал только 14 занятий. Ещё 6 надо будет записать. А сейчас говорю с вами, чтобы убедиться, что нужно это вам, друзья. Вы поймите, тот же простой момент, если не наберётся должное количество, мы даже... Ну, не то, что не запустим, но я верю, что наберётся. Поэтому я думаю, что... Ну, что это было бы хорошо, чтобы... чтобы об этом можно было говорить. Если знание-то по тайным жилам интернета потечёт, оно наполнит землю. И один сгармонизированный, цельный человек, он может очень много сделать для Вселенной. Вот. Полина пишет в глубокие, искренние, тонкие вибрации тепла и честности. Передаётся. И мне курс Влада пишет, много дал. И не только в романтической любви, но в разных проявлениях любви. Это же и про родителей детей, и про друзей, и про подруг, и про партнёрство, про всё. Я... Я чувствую любовь. И вот пишут. Ну что, друзья, мы завершаем. Если кто-то захочет ещё делать звонок, я пообещаю, что... А вот теперь капельку о курсе. Итак, Галина спрашивает о курсе. Курс начнётся 17 декабря. Проходить он будет раз в четыре... Занятие раз в четыре дня. Всего будет на курсе двадцать уроков. В каждый урок входит глава. Это страниц где-то, может быть, пятнадцать, двадцать из книги. Осознанный путь любви, которая пособие курсу. Причём, глава эта в том виде, в котором даже в книге этого нет, потому что она дополнена. Это уже работа на второе издание. Второе. Видеозапись по теме. Где-то минут тридцать, сорок, иногда пятьдесят. Потом семь заданий. У курса будут три варианта приобретения. есть эконом-вариант, где вы получаете только уроки, получаете задания, но работаете сами, самостоятельно, без обратной связи. Это бюджетный, но не очень эффективный, потому что я не могу тогда вас сопровождать. Вас будут мои тексты и мои видео сопровождать. Есть второй вариант. Он такой оптимум. это вариант, при котором вы сможете получать задания и в чате индивидуально и всю группу я могу да, то же самое смотреть, но я могу вас сопровождать. Я могу отвечать на ваши вопросы походу. Я могу, может быть, даже специально для вас записывать видео для того, чтобы, если это интересно вам, интересно всем. то есть это возможность диалога, непосредственно общения со мной, как с ведущим. И я буду проверять ваши задания и только, когда вы выполнили задание, допускать к следующему. Если вы опоздали, не выполнили, я буду перевождать или заставлю вас что-то переделать. В основном задания, большая часть, это такие дневниковые записи по самоисследованию, по отчету о сделанных каких-то заданиях, которые я сделаю вам, которые я дам вам, которые вы мне будете писать в качестве отчета. И третий момент, это третий, что там, третий, третий линейка, это курс, в котором, то есть, это вы можете также купить этот курс и внутри курса пять консультаций, 45-минутных, в течение курса со мной лично. Когда у вас что-то заболело, что-то зацепилось, возникла необходимость, мы созвонимся по скайпу и я сопровождаю вас по этому консультации. То есть, вы внутри уже непосредственно живого консультативного разговора. Это, наверное, самый удобный вариант, чтобы тему эту пройти до самой глубины. Выбирайте вариант оплаты, регистрируйтесь на курс. Сейчас прямо регистрация еще идет до 17-го числа, 17-го, по всей видимости, когда начнется курс, она прекратится и здесь осталось не так много времени уже. И мы с вами 80 дней или 2,5 дня пройдем вместе. По ценам смотрите, сами там проходите по ссылочке, где вы можете о курсе узнать. Она находится на той же странице, где переписка, которую мы ведем. Вот, да, перегистрироваться по ссылке. Вот, смотрите, да, это вообще, смотрите, вторая глава нашего курса, это, конечно, глава о дружбе. Первая родители, вторая дружба, а третья способность построить диалог. Очень часто мы говорим не с человеком, а с его образом в нашей голове. Мы не можем, мы так боимся впустить другого человека, что мы выговорились, свое психическое напряжение выбросили и быстренько куда-то убегаем. Слушайте, 10-11 декабря, пишет Максим, администратор курса, будет действовать минимально возможная цена, то есть только сегодня выходит и завтра. Ой, огромное спасибо, Максим, за эту возможность. Я думаю, что у людей, которые здесь, они смогут так или иначе этой возможностью воспользоваться. Вот. Ну и в завершение напишите, тепленько ли вам было со мной, интересно ли вы провели сегодняшний вечер, время, уже остается всего лишь 44 участника, почему мне важно. Для меня актуален принцип обратная связь, завтрак чемпиона. Если я работаю без обратной связи, я просто советский лектор. Если мне важно, как вам было и что ценное вы подчеркнули в этом разговоре, в этом общении, пожалуйста, напишите мне, чтобы я тоже чувствовал, что вечер разговаривал не со стеклом в моем компьютере, а с живыми людьми. Мне важно ваше восхищение, любовь и тепло. Я тот мужчина, который с удовольствием принимает комплименты и от женщин, и от мужчин. и я тот человек, которому нравится дарить тепло своего сердца, пусть даже незнаком людям, но я здесь поступаю как верующий. Вот верующие стоят перед иконочкой, молятся и верят, что Бог существует, и он оттуда где-то смотрит. Точно таки я разговариваю с собственным айфоном, с собственным стеклом, верю, что вы существуете, но дайте мне несколько божественных знаков, что это так. Ирина прекрасная, очень интересно провели время, много полезного, спасибо. Вы сами амбивалентны, и поэтому один из самых интересных моих собеседников ВКонтакте. Ирина, большое спасибо. Татьяна пишет, благодарю, тепло, вдохновенно. Полина пишет, очень ценно. Вот то, что я дал внутри этого разговора вам, это, ну как сказать, это маленькая такая алмазинка. А там у меня корона Российской империи, понимаете. Внутри этого сейфа каждый камушек подобран к другому, и они еще вот так вот там рубины, алмазы, изумруды еще освещаются, и она вот так вот вращается. Поэтому мне хотелось бы, конечно, вы скажете, мне пока сейчас там сессию, учиться надо, а может быть в следующий раз. Друзья, каждый раз как последний, я не знаю будет ли следующий раз. Может быть, когда я уже отойду в мир иной, вознесусь на небеса, или меня, например, не возьмут туда. Этот курс записи наверняка он сохранится на здоровье, но у него не будет вот этой интерактивности, которую я могу обеспечить только пока я жив. Пишет некая Инна. А, Лена пишет, все очень полезно и вошло в душу, душа переваривает. Инна пишет, огромная благодарность за очень лакомый кусочек, представляю, какой глубины весь ваш курс. Весьма завидуюсь счастливчикам, участникам, едва прикоснулись, уже полнота. Хочется погружаться, я узнал, что это за Инна. С вами тепло, уверенно, вживую и заэкранно. Это Инна из Беларуси. Ирина пишет, вот, Ирина пишет, а это Ю, благодарю, Юра пишет, из Канады, буду читать более внимательно соответствующий главу книги и ждать следующих встреч с замечательным Евмением. Да, из чего же сделан девчонки из амбивалентности. Тепло, сердечно и душевно пишет некая Ольга Брагина. Учусь, вдохновляюсь, восхищаюсь благодарностью. Боже, вот это, когда женщина вдохновляется, просто я понял, что не напрасно. Жизнь не напрасна. Виктория, огромное благодарность за теплоту и знания. Последнее время с радостью, интересом читаю посты и мысли. Галина Кругова, спасибо, низкий поклон. Такие образы интересные. А Ирина пишет, Евмение благодарю за душевность, мужскую заботу, знание, мудрость. Вы лучший по примеру партнера глубокого общения и взаимодействия. Ну что же, 2 часа 20 минут, ой, 2 часа 2 минуты мы провели прям в прямом эфире. Благодарю всех вас, 40 человек самых стойких остались рядом. Вот, мы тут меня спрашивали, тоже стоит ли купить курс для того, чтобы подарить другому человеку. Ну, вообще-то да, мне выгодно, если вы купите курс. Но вопрос личной мотивации существует, если у существует у человека, пусть хотя бы половинку, он сам оплатит, а половинку вы доплатите. я думаю, для людей, которые идут в партнерские отношения и уже обжигались, это лучшее пособие. Подойдет ли этот курс людям, которые находятся в супружеских отношениях? Да, безусловно, потому что он об углублении партнерских, супружеских отношений, если они есть. Он о прохождении кризиса, он полезен на любом уровне, даже в 75 лет. Даже, если вы старушка, которой 82 годика, и где-то живете в пятиэтажечке, и думаете, чем бы заняться до старости лет? А глядишь, начинайте, вовлекайтесь и никогда не поздно иметь счастливые долгосрочные партнерские отношения. Может, не в этой жизни так следующее. Это я, конечно, очень даже и шучу. Сергей Воробьев, Сергей, Господи, ну, я мог бы кучу всего нарекламировать, рассказать о своих книжках, рассказать о своих ближайших семинарах, о Центре «Отчий дом», но сейчас не буду, а кому интересно, заходите на мою страничку ВКонтакте, в Фейсбуке и в Ютубе на мой канал, и, пожалуйста, там мы можем продолжать. Но вот этого сконцентрированного такого, как сказать, опыта, который есть в курсе, ну, я не знаю, наверное, это одно из лучших произведений, созданных мною, вот, я очень благодарю людей, вдохновивших меня, и на книгу «Осознанный путь любви», и на этот курс, даже не буду их сейчас перечислять, потому что их много. Андрей пишет от души к душе из глубины в глубину, благодарю. Ну что, родненькие мои дорогие, у меня, видите, уже эти шарики висят, и у вас тоже скоро Новый годик, и в 2020 желаю вам глубоких и долгосрочных отношений с собой, с высшим, с Богом, и с другими людьми, с собой, с сердцем, с разумом, сердцем, и своим чувством, желанием, пусть, пусть, все интегрируется, пусть все станет цельным и вдохновенным. Жду вас, друзья, до новых встреч, где бы вы ни были. Я у вас есть. И если где-то по душе сложно и трудно, я у вас есть. Спокойной ночи. До новых встреч.